МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в программе «Автопатруль 112». Силовики накрыли наркопритон и задержали его организатора с помощью анонимного чат-бота. Авария в Харольском округе есть пострадавшие. Пожарные МЧС ликвидировали возгорание склада с лакокрасочными изделиями. Во Владивостоке, на Сельской, неизвестные устроили стрельбу из окна жилого дома. По словам очевидцев, подростки решили побаловаться с оружием. В результате чего был поврежден автомобиль. Попали в лобовое стекло, которое покрылось трещинами. На месте происшествия работали сотрудники полиции. На их просьбу открыть дверь квартиры, из которой стреляли, никто не ответил. По факту стрельбы организована проверка. Страшное лобовое ДТП произошло в Михайловском районе. За селом Осиновка столкнулись микроавтобус и грузовик. Первый смяло, как лист бумаги, второй улетел в кювет. О пострадавших пока не сообщалось, но с очень большой долей вероятности они есть. Авария с пострадавшими произошла в Харольском округе. Водитель за рулем Тойоты Белта выехал на встречную полосу, задев по касательной Тойоту Камри. Пытаясь уйти от удара, рулевой Камри не смог избежать лобового столкновения с автомобилем Ниссан Тиида. После чего Камри отбросила в Тойоту Би-Би. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Ниссан Тиида. Всего по данным Краевой госавтоинспекции за минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 41 ДТП. Пострадали 8 человек, один из них ребенок. К счастью, погибших нет. Повреждено 73 транспортных средства. Огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание склада. Загорелось помещение с лакокрасочными изделиями на улице Воропаева. На момент прибытия пожарных шел густой дым, а внутри горели стройматериалы. Склад поврежден изнутри на площади 30 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На ней будто силовики накрыли наркопритон и задержали его организатора. Очевидцы сообщили информацию в анонимный чат-бот. После проверки сведения подтвердились. Подозреваемым оказался 40-летний местный житель. Мужчина предоставлял свое жилье наркозависимым гражданам для употребления запрещенных веществ. Сам он также страдает зависимостью много лет. Задержанный уже имеет судимость по статье 228 Головного кодекса «Незаконное приобретение и хранение запрещенных веществ». Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы. Отца и сына депортируют из Приморья. Мужчин задержали в Артеме в ходе очередного рейда. 40-летний мужчина и его 20-летний сын нарушили миграционное законодательство. Оба граждане Узбекистана. Нелегалов принудительно выдворят из России. Сейчас они находятся в центре временного содержания иностранных граждан. А проверки со стороны полиции продолжаются. Во Владивостоке на берег выбрасывается множество мертвых тюленей. Жители Владивостока столкнулись с тревожным явлением. На берегах Седанки, Русского острова и других районов города обнаружены тела погибших ларк. С начала нового сезона граждане уже спасли около десятка животных, выброшенных на берег. В случае обнаружения лучшей помощью станет вызвать сотрудников реабилитационного центра. Ларк нельзя трогать руками. Это может быть опасно не только для животного, но и для человека. Два человека чуть не уплыли в открытое море. На телефон городской службы спасения поступил звонок, что молодых людей уносит в открытое море на отколовшейся льдине. Оказалось, что так они хотели разнообразить прогулку с собакой. С гражданами провели беседу о недопустимости выхода на лед. Стали очевидцем аварии, пожара или другого происшествия и успели снять происходящее на телефон? Присылайте видео на наш номер 8 994 001 60 06. Давайте делать программу вместе! Субтитры создавал DimaTorzok